Всех приветствую, братья, на канале Разума, на канале Здраво, на канале Смысла. С вами Дмитрий Вайс. Это ролик про мои дневники воздержания, дневник после срыва. Это мои мысли, которые были у меня еще со времен моего слива, после новогоднего. Сначала после девушки, потом после нового года. Хочу просто, чтобы как-то зафиксировать, чтобы у людей было тоже понимание, что это все не выдумка, это реальные, так скажем, неприятные последствия, которые вас могут ждать после серьезного срыва. Причем даже не однократного, не случайного, а даже преднамеренного, я бы даже сказал, такого вполне себе обычного срыва с воздержанием, вот прям срыва внезапного. И в первые дни, то есть сначала вообще ничего не понял, как будто бы ничего не было. Но потом накатывает вот эта вот реальность, накатывает вот это вот осознание того, что ты якобы просто откинулся просто на несколько уровней назад куда-то. Как будто ты потерял просто какую-то часть себя, часть тела. Не знаю, как сказать, ощущение неполноценности, опустошенности, ощущение какого-то бессмысленности, какой-то абсолютной непонятности, потерянности, если можно так сказать, тоже как варианта. Это неправильно в корне, но если вот углубляться в эти процессы, ты как бы начинаешь осознавать, действительно осознавать, что срыв так или иначе ведет тебя к таким ощущениям. Ничего не хочешь делать, не хочешь есть, не хочешь пить, не хочешь никуда идти. Тогда еще даже нормально было мирное время. Никуда не хотелось идти, ничего не хотелось делать. Хотя как бы у меня было там по графику, я там брал велосипед, ехал в лес, там, либо на речку, куда-то катался, встречался, общался, то есть вел какой-то активный такой здоровый образ жизни. После срыва, после девушки, после вот этих вот встреч, это все куда-то пропадает, тебе ничего не хочется, ты откидываешься, тебе хочется просто ничем не заниматься, тебе ничего не хочется делать, ты хочешь просто лежать, через силу даже ешь, заставляешься, потому что как таково голод, да, есть, но не в своем как бы первоначальном, да, вот там ощущении, вот когда ты голоден, ты поел, ты наслаждаешься едой, да, тебе награждает дофамин, ты как бы благодарен любой пище, но когда ты после срыва сорвался, то есть тебе пофиг, я могу вообще не есть неделю, такое чувство, вот реально, не знаю, это не всегда так, но бывает наоборот, как-то бустит какой-то подъем, какой-то взрыв энергии какой-то даже, но это значит, потому что как бы опять же, если говорить о срывах, там есть, вот просто сорвался, да, один раз, и как бы, и как будто ничего не почувствовал, и пошел дальше, да, восстановился, и все, и есть срыв, когда ты сорвался раз, сорвался два, и вот так вот, и ты понимаешь, что типа, да, типа, я могу каждый день срываться, типа, и жить такой вот жизнью непринужденной, да, там, заниматься с девушкой, скайфовать таким образом, ты реально понимаешь, да, что вот, что как бы ты все уже, ну, ты можешь делать это хоть каждый день, и тебе в кайф, и ты можешь так жить неделю, даже месяц, в какой-то момент, но ты потом поймешь, что силы, они на исходе, и это четко вот на дистанции, ты уже когда осознаешь, действительно, ты понимаешь, что вот прошел месяц срыва, ну, пусть не каждый днев, но, там, через день, через два, когда ты живешь с девчонкой, или встречаешься с ней, поначалу, это нереальный заряд классных эмоций, это встречи, это просто кайф, это просто какое-то вот такое желание, ты гуляешь, ты просто от предвкушения, ты заряжаешься, от вот этого предвкушения тебя внутри будоражит, ты кайфуешь о том, что вот девчонка, да, тебя есть, к примеру, и она тебя хочет, и ты ее, и вы вместе так вот заряжены этим предвкушением, и потом, как бы, какое-то время даже наслаждаетесь этим, действительно, но это время, оно недолговечное, то есть, как бы его не растягивать, как бы его не оттягивать, да, что за этим временем вот этого вот так называемого кайфа, да, вот этого вот периода следует следующее, то есть, откат, и если вы уже начали совместную жизнь, если вы начали серьезные отношения, да, тогда идет такое вкатывание в бытовуху, и тогда уже проявляется, начинается какой-то характер у человека, к примеру, девушка там начинает свои какие-то там манерные загоны выдавать, или у парня тоже какие-то там свои начинаются требования, типа, я вот смотрю, в футбол пью пиво там, да, условно, или девушка там, я вот хочу то-то-то, типа, или я там не готовлю, я покупаю еду, заказываю, ты приносишь деньги, ну, короче, начинаются какие-то условные рамки, которые изначально с берега, когда вы, допустим, вступали, они не были оговорены, вы просто наслаждались, вы просто жили, кайфовали, но вступив в реальную, да, вот такую серьезную, так скажем, совместную бытовую вот эту вот жизнь, ты начинаешь понимать, что, ну, вот есть какие-то все-таки грани, у человека есть какие-то нравы, есть какие-то определенные границы, которые он не хочет переступать, да и как бы не, и на твои не хочет тоже уступать, и если вот он говорит так, значит так, и спорить-то тоже бесполезно, там, переубеждать что-то в чем-то, там, если человек, к примеру, не хочет, не любит готовить, что я должен учить его заставлять, я должен учить, как бы, вот, открывай кулинарную книгу, учи рецепты, там, ты же девушка, ты же домашняя хозяйка, давай, типа, ну, ей это не интересно, к примеру, ей интересно другие вещи, какие-то там, погружения, там, какие-то смотреть, там, какие-то сериалы, там, это же дичь такая, на самом деле, я такой вспоминаю, слава богу, там, какие-то эти, аниме, не аниме, там, какие-то фэнтези, что-то, что-то, что-то еще, просто, ну, начинается какая-то вот ситуация такая, возможно, конфликтная, в которой вы уже не сходитесь, и в которой вы уже с берега не договорились, и вам уже, как бы, сложнее двигаться дальше, потому что ты не хочешь идти на эти уступки, и она не хочет идти на эти уступки, и когда у вас вот это вот, создается конфликтность, вот эта вот, неопределенность того, что у вас нету взглядов одинаковых, у вас нету каких-то точек соприкосновения, да, каких-то определенных жизненных позиций, каких-то вещей, которые вы вместе, видите, к примеру, да, на смотрите на это вместе, вам это нравится, вы кайфуете, не делайте вид, вот только тоже важно, не делать вид, а реально говорить, реально по факту, вот я люблю это, 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 мне нравится этим заниматься, она говорит тоже, это, 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 если эти интересы сходятся, то это просто джекпот, это действительно классно, если их нету, тогда, ну, как бы, можно сказать хорошо, ну, я занимаюсь своими делами, ты занимаешься своими делами, но только учтите, что вот это вот, да, отделение, это как бы может послужить, там, яблоком раздора, или как-то чего-то в этом духе, то есть, что как бы, ага, она там в всем своем, ты во всем своем, потом вы как бы вместе сходитесь, и, к примеру, там, только спить вместе, да, или только там чего-то, ужинать вместе, все остальное, как бы, врозь, и вот в этом проблема отношений, на самом деле, таится, то есть, казалось бы, проблема даже, как я изначально думал, что основная проблема в испорченности женщин, да, или в угнетении мужчин, как таковом, потому что, да, женщины, мужчины, мужчин делают изначально слабыми, это такая вот конструкция, такой вот взгляд на жизнь, но есть другая сторона, о которой люди тоже не понимают, не смотрят, что как бы, есть вкусовщина вот эта вот, есть какое-то определенное понимание того, чего ты хочешь, что тебе нравится, и если эти вкусы, взгляды не сходятся, то, как бы, хорошего ничего ждать от этого не стоит, вот это, что по поводу отношений, что по поводу встреч, и особенно, да, почему я подчеркнул, что вот после, вот этих вот, медового месяца, так называемого, вот этого срыва, месячного какого-то, вот этого забвения приходит, состояние того, что ты окунаешься в реальность и понимаешь, что а по факту-то я ведь не хочу, то есть, с этим человеком проводить время, да, слышать ту музыку, которая ей нравится, смотреть те сериалы и вовлекаться в те сюжеты, истории, которые ей нравятся, то есть, ходить на те тусовки и заниматься теми делами, да, которые ее устраивают, или даже там некоторые взгляды просто расходятся, и вот эти вопросы, они как бы остаются, да, открытыми после вот этого вот марафона, или так скажем, вот это, или это может быть даже не то, что марафон, это может быть несколько лет прямо, вот серьезно, люди могут ходить друг друга, обманывать друг друга, как бы надевать маски там, как-то что-то придумывать, а потом по факту в реальности уже когда просто будет там такая точка окипения, называемая такая точка невозврата, и люди реально ругаются, расстаются, просто вот так вот бывает в жизни, поэтому к этому нужно подходить всегда с умом, если вот входить в отношения, что касаемо все-таки отношений, да, если говорить о срывах такого одиночного порядка, там немножко другая ситуация, там тебя может откинуть просто в такую легкую депрессию, в такую легкую отрицал в такое безидейность, такое вот понимание того, что все-таки все, тебе ничего не интересно, да, ты ничего не хочешь, тебе нужно заставлять что-то делать, ты не получаешь удовольствие, потому что дофаминовая система, она тебя не награждает просто даже за элементарные вещи, которые ты просто делаешь из-за дня в день, из-за которых ты получаешь удовольствие, там сходил поел, сходил утолил жажду, попил, там с кем-то поговорил, что-то посмотрел, послушал, сделал какое-то задание, сделал что-то по дому, ты за все это получаешь награду, на самом-то деле, твой мозг, как бы дофаминовая система тебя поощряет всегда за это, ты просто настолько в этом уже в ритме живешь, что ты даже этого не замечаешь, не понимаешь, ты как бы замылен, и ты, ну для тебя это как нормально, да, но на самом деле, на самом деле если вот окунуться в чувство, углубиться, как бы понять, что как бы вот это важно, получать удовольствие, наслаждаться, чувствовать каждый момент, существовании всего, и тогда тебе станет проще, но после срыва, после срыва, это не является вообще таковым, потому что у тебя дофаминовая система, она ломается, она как бы ставит блокировки, говорит, все, стоп, хорош, типа, ты сорвался, мы потеряли достаточно ресурсы, эмоционально, псих, псих, психологически, там, по всех фронтах, физиологически, мы потеряли гормон, мы потеряли ресурс, то есть все, блок, такой, занавес, как бы, теперь жди, пока все остановится, какое время для восстановления, каждому по-разному, кому-то неделя, кому-то два дня, кому-то месяц, вот это тоже важно понимать, когда вот этот вот блокиратор тебя просто поставил блок, и ты в нем как будто вот сидишь в заточении, и тебя мозг, и эта система тебе не поощряет, не награждает за твою, как бы, повседневную, обычную, нормальную жизнь, где ты это привык уже получать, то есть вот эти вот моменты, да, и ты, как бы, осознавая все, это тебе хуже, хуже, ты откидываешься, и вот на этом этапе, да, откидывания вот этих блоков ты можешь стать, как бы, упасть на дно, натворить каких-то делов, что там, каких-то невозвратных, в том плане, там, какие-то порвать отношения, там, какие-то закончить какие-то деловые отношения, проекты, завершить какие-то дела, которые стоят еще, еще поработать, которые стоит еще ими заниматься, там, либо с кем-то поссориться, поругаться, и все-все-все-все вот в этом духе, именно вот в эти моменты происходят, именно в эти моменты откидывания, когда мозг тебе не поощряет, когда ты недоволен жизнью, когда ты не получаешь банального, нормального, здорового ощущения, удовольствия от жизни, это именно после срыва, нужно эти моменты понимать, я это четко осознавал, именно когда проводил глубочайший анализ, глубочайший анализ понимания себя, и вот такие моменты, слава богу, это прошло, и я могу с опытом обернуться и сказать, что вот, мол, я этот опыт получил, я его имею и достаточно большое количество опыта и с отношениями, со срывами, с девушкой, без девушки, я четко вот регламентирую и вижу всю картину, как будто она у меня стоит перед глазами, я ощущаю это все, возвращаясь в памяти, оно закреплено и как бы проще осознавать и понимать, и поэтому как бы такие повторы, да, вот таких вот, мне они как бы не грозят в том плане, что я прекрасно осознаю, что будет, как будет, да, то есть либо в отношениях, без отношений, все эти моменты, и вот когда ты получаешь этот опыт, тебе намного проще, но, конечно, было бы еще проще, если бы этот опыт получить где-то извне и прислушаться к нему, прислушаться и сказать да, лучше не срываться, лучше вести себя тактично или как-то находить в себе силы, что-то, отвлекаться, переключаться, тогда будет проще, намного проще, вот когда эти понимания придут к вам, вам станет легко, легко, поэтому получая опыт, опять же, про воздержание, про срывы, вам становится намного легче, намного легче проходить эти моменты, ну, такой ролик получился, с вами Дмитрий Вайс, вы на канале разума, на канале здравого, на канале смысла, конечно же, до новых встреч,